МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Грудно+. А это 112-й канал в пакете зала. В студии Ульяна Супко сегодня мы расскажем. Новые рынки сбыта для белорусского мяса. Китайская делегация посетила Гродненский мясокомбинат. Курение в неположенном месте, отсутствие огнетушителей. Почему происходят трагедии во время уборочной кампании? Лучшие поисковые носы, кинологи и служебные собаки Гродненской региональной таможни завоевали серебро. Монументальное искусство в мастерской под открытым небом. Пленэр резчиков по камню проходит под Гродно. Расскажи о своих каникулах и получи подарок. До завершения конкурса осталось несколько дней. Гродненский мясокомбинат принял делегацию из Китая в составе 12 крупных бизнесменов. Гости ознакомились с работой предприятия и выразили заинтересованность в проведении переговоров по поставкам мясной продукции в Китай, инвестированию в мясоперерабатывающий завод, а также в проект по разведению крупного рогатого скота и его убою. Это уже третий официальный визит китайских гостей на Гродненское предприятие. Идет активное развитие программы «Один пояс, один путь», и мы обязаны прикладывать все усилия, чтобы тоже участвовать в этой программе. 10 июля была делегация в республику. Ее возглавлял господин Джи Шупин, глава ветеринарной инспекции Китайской народной республики. Он уже подписал согласие, и мы ждем открытия Китая для белорусских производств. В рамках визита китайской делегации в Республику Беларусь гости из Поднебесной посетили не только Гродненский, но и Могилевский, Пинский, Брестский мясокомбинаты и Березовский мясоконсервный комбинат. Китайский рынок говядины сегодня является крупнейшим в мире. Представители иностранной делегации выразили надежду на то, что в ближайшее время Гродненский мясокомбинат войдет в это торговое пространство и между нашими странами выстроится взаимовыгодное надежное партнерство. Мне понравился разговор одного человека, ты можешь себя считать бизнесменом, если ты что-нибудь продал в Китае. Я хочу считать себя бизнесменом. Заключительным этапом пребывания китайской делегации станет встреча с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. В Беларуси продолжается уборочная кампания, и ежедневно вместе с работниками сельскохозяйственных предприятий на поля выходят и сотрудники МЧС. И если для агрария в главное вовремя и без потери убрать урожай, то для спасателей важно, чтобы во время этой горячей поры строго соблюдались все правила безопасности. Ежегодно в местах уборки зерновых происходят пожары, в результате которых страдает не только урожай, но и люди. Причины возгорания чаще всего одни и те же – курение в неустановленных местах, а усугубляет картину отсутствия необходимых средств пожаротушения на местах. Огнетушители, лопаты, противопожарное полотнище и вода – все эти первичные средства пожаротушения обязательно должны присутствовать в каждой уборочной машине. Несчастные случаи происходят из-за того, что люди халатно относятся к своим служебным обязанностям, недопонимания основных правил пожарной безопасности и техники безопасности. Ежегодно люди страдают, иногда и гибнут. Это в первую очередь из-за того, что движущие части механизмы агрегатов не защищены защитными кожухами и механизмами. Исправность техники и наличие всех средств пожаротушения в положенных местах – все это на особом контроле у сотрудников МЧС, которые ежедневно проводят рейды в местах уборочной кампании. И это не прихоть, а жизненная необходимость, продиктованная несчастными случаями на полях. При выявлении нарушений пожарной безопасности работники городского отдела ПЧС накладывают административное взыскание в виде штрафов до 30 базовых величин на руководителей и ответственных лиц, которые допустили нарушение правил пожарной безопасности. В ходе данного рейда были выявлены незначительные нарушения, которые сразу же были устранены и не повлекли за собой административных наказаний. Ежедневный мониторинг инспекторами МЧС будет длиться вплоть до завершения уборочной кампании. Гродно называют культурной столицей. Город – благодатная почва для развития и становления творческих людей всех мастей. В этом июле на Гродненской земле творят скульпторы. Как камень становится податливым, как пластилин, и какие сюжеты художники увековечат в камне, узнавала и Аланта Будила. На небольшом пятачке земли, окруженном каменными глыбами, стоит шум болгарок, которые свизгом вгрызаются в камень. Пыль столбом отлетает каменная крошка. Так уже на протяжении двух недель выглядит каждый день студентов Белорусской государственной академии искусств, которые здесь, недалеко от Гродно, совмещают летнюю практику и пленэр. Григорий Борзды – наследник творческой династии, его отец тоже скульптор. Сын не без гордости рассказывает о сложном и неповторимом отцовском стиле. Впрочем, сам Григорий себе кумиров не сотворил и из камня пока вырезать не пытался. Молодой скульптор намерен стать самостоятельной величиной в искусстве. Мой вдохновитель – это мои эмоции, ну и мысли, и все. Это пока что. Музы я себе еще не нашел. Вдохновение или мысль какая-то появится. У меня каких-то конкретных образов. Как ни странно, обуздать камень и превратить бесформенный кусок в законченное произведение искусства здесь пытаются и девушки. Елизавета Розенберг признается, что самые сложные в работе здесь, на этом пленэре, погодные условия – то жара, то сильный ветер и дождь. В настоящее время нет ничего особо сложного в работе с камнем, учитывая то, что появилось очень много электроинструмента, которые облегчают весь этот тяжелый ручной труд. Если раньше эта профессия была сугубо мужской из-за вот этих вот моментов тяжелого физического труда, то теперь большинство операций действительно можно выполнить с помощью электроинструментов. Инициатором пленэра резчиков по камню выступила именно гродненская сторона. По задумке скульптуры, которые станут итогом работы творцов и украсят одну из улиц центра города. Тема работы – кино, которое снималось в Гродно. Каждый интерпретировал ее в своей уникальной манере, а в идеях работ слышен отзвук индивидуальности каждого из скульпторов. У нас работа сборная из нескольких элементов. Называется «Муки творчества». Здесь будет два объема. Первый – это человек, который лежит и размышляет, а сверху объем – фантазия, которую он видит и мыслит. Вместе со студентами трудятся и уже состоявшиеся профессионалы. Творческий тандем создает скульптурный ансамбль по мотивам произведения Короткевича «Христос приземлился угородни». «Отталкиваемся уже от материала. Есть какие-то красивые куски, которые наводят на мысли интересные, и уже композиция появляется в голове уже из-за самого куска материала, то есть гранит, мрамор и так далее. И уже пляшем от него, придумываем что-то, что можно… Дело в том, что природа уже все сделала, то есть она сделала за нас материал, она уже как-то его красиво сколола, как-то красиво обработала, и нам остается только подчеркнуть его и вдохнуть жизнь какую-то в этот материал». В процессе создания студенты учатся в непосредственной близости от профессионалов, которые могут обратиться за помощью и советом в любую минуту. При этом в результате появляется произведение искусства, увековеченное в прочном, сложном и суровом камне. Элант Абудилага, Джан Батарджанов, Новости, Гродно+. Живые статуи, мини-спектакли от уличных театров и живые выступления музыкантов в самом центре Гродно. Уже в ближайшие выходные центр города превратится в арт-площадку для выступлений более 300 артистов из разных стран мира. Областной центр уже в шестой раз примет у себя международный фестиваль уличного искусства. Участники из Польши, Литвы, Украины и Беларуси, как признанные мэтры, так и начинающие, порадуют жителей и гостей города своими концертами. И хотя импровизированные площадки начнут свою работу на улицах Гродно лишь в субботу, фрагменты некоторых выступлений можно уже услышать в эфире радио МФМ на волне 105.0. Ева Винская лишь в этом году впервые сядет за школьную парту, зато в музыкальной школе, где девочка занимается не первый год, ее успехами уже давно гордятся. Своей игрой на блок в лейте она покорила жюри уже ни одного международного конкурса. В мае 2017-го она вышла в финал республиканского конкурса «Львенок» и стала дипломантом третьей степени с присвоением звания дипломант. А 8 июля 2017-го года у нас такое чудо свершилось, мы поехали в Москву на международный конкурс «Шаг за шагом», где в номинации «Инструментальное творчество» Ева стала лауреатом второй степени, получила медаль второе место. В биг-мини-фестивале уличного искусства шестилетняя Ева Винская участие принимает впервые. И несмотря на это, наравне с признанными виртуозами будет удивлять любителей музыки своим талантом на одной из главных улиц Гродно. За полчаса юному музыканту предстоит исполнить более десяти произведений. «У меня 12 произведений. Колыбельная медведица, одинокий пастух, подгорка под горой, соловей, хэппи бёздэй, и ещё по саду левогородя». Впервые участие в масштабном фестивале уличного искусства примет и радио МФМ. Выездная студия 105.0 разместится в самом центре событий на улице Советской в субботу вечером. Лучшие диджей расскажут всё о мире музыки, исполнителях и нюансах выступлений. При этом у гродненцев будет уникальная возможность понаблюдать за работой ведущих онлайн. Напомним, Международный биг-мени-фестиваль уличного искусства пройдёт в Гродно уже в эти выходные. Летние каникулы неизбежно заканчиваются. Позади почти два месяца приятного отдыха, незабываемых впечатлений и поездок. Уже очень скоро школьники будут писать сочинения на тему «Как я провёл лето». Однако рассказать об этом, да ещё и получить подарок, можно уже сейчас. Управление образования Гродненского областного исполнительного комитета и телеканал «Гродно плюс» продолжают конкурс для всех школьников. Для того, чтобы стать его участником, нужно снять видео и прислать его на электронную почту нашего телеканала «Гродно плюс ТВ.Бай» с пометкой «Конкурс». За пять минут нужно рассказать и, главное, показать, как можно увлекательно провести самые длинные, а потому и самые любимые в году каникулы в компании друзей. Туристический слёт или отдых у речки, поход с классом или спортивные состязания с друзьями. В нашем конкурсе нет никаких ограничений для вашей фантазии. Главное – хорошее настроение, большая компания и своевременное участие. Напоминаем, последний день приёма видеороликов – 1 августа. Победителя ждёт незабываемый отдых в компании друзей на туристической базе «Привал». И, конечно, пять минут славы на «Гродно плюс». Ведь лучший ролик увидят все жители Гродненской области в эфире нашего телеканала в пакете зала на 112-м канале. Кинологи Гродненской региональной таможни и их четвероногие воспитанники привезли очередные медали. На чемпионате по служебному многоборью кинологов таможенных органов они завоевали серебро. Среди 14 лучших собак поисковиков «Гродненские санты» и «Шера» показали достойные результаты и не подвели своих воспитателей-наставников. Яна Мельниченко о секретах дрессировки служебных собак. Эти команды английский кокер «Спаниэль Санта» выполняет с легкостью и безошибочно, как и положено служебной собаке. Только помимо лап она ещё должна подавать сигнал, где спрятано запрещенное вещество. Таким навыком уже пять лет её обучает кинолог с многолетним стажем Павел Колесников. К службе на таможне щенков готовят с пятимесячного возраста. Из критериев отбора – охотничья порода и любовь к играм. Именно через элементы охоты и игры кинологи учат щенков искать запрещенные вещества. Есть слаборазвит охотничий инстинкт, но его всё равно нужно развивать. То есть, допустим, у меня Санта тоже не очень хотела за мячиком бегать. В итоге я развил вот этот инстинкт, желание играться с мячиком и далее преобразовал, как я уже говорил, в поиск наркотических веществ. Она может сработать на фон и в запах, то есть, допустим, сигарета. У неё было раз обнаружение сигареты. Она не сработала, но показала поведением, что там что-то лежит. Это далеко не первая награда Санты. Два года назад она стала победительницей Республиканского открытого чемпионата по служебному многоборью кинологов. А вот её коллега Лабрадор Шерра впервые показала стране свои умения. Причём весьма успешно, с лёгкостью завоевав второе место по поиску наркотических средств и психотропных веществ. Для трёхлетней собаки это достойный результат. Словом, от этих сотрудников таможни ничего не спрячешь и никак не договоришься. Да и любое сопротивление в бесполезном. Всё на игре построено. Более игривую собаку выбирается. Моя, например, при обнаружении голосом подаёт, многие собаки ложатся, то есть также от темперамента зависит и так далее. То есть надо заниматься, время вкладывать силы, сердце, и всё получится. Можно любую собаку научить. Есть такой порядок на негативе и позитиве. То есть неправильно, а потом должна делать правильно, чтобы она понимала контраст, где хорошо, где плохо. И сама включала свою голову и сама думала. То есть за это она получит вкусность, а за это нет. Таможенные собаки социализированы и очень ласково с человеком. В вольерах они находятся только во время работы. А вообще они живут со своим хозяином-кинологом. Так, говорят в таможне, собаки привыкают к одному человеку и эффективнее поддаются дрессировке. Они полноценные члены семьи, коллеги, напарники и действительно лучшие друзья. Кроме всех необходимых команд, четвероногие таможенники – ещё те любители поэзии. На счету и Санты, и Шеры не одно обнаружение наркотических и психотропных препаратов. В частности, амфетамина, экстази, гашиша и марихуаны. Мимо их милого мокрого носа ничто не может пройти незамеченным. В первую очередь, люди должны быть целеустремлённые. Потому что подготовка служебной собаки на какой-либо поиск запрещенных граничных веществ, он требует большого внимания, желания, концентрации для подготовки собаки. Четвероногие коллеги – незаменимые сотрудники таможни. Чётко выполняют все приказы, безошибочно определяют и наркотики, и другие запрещенные вещества. От них невозможно что-либо спрятать, да и самому прятаться нежелательно. Мокрый нос, служебные собаки – всё и везде обязательно идёт. Яна Мельниченко, Сергей Печерица, Новости Гродно+. И в завершении выпуска информации от нашего партнёра МТС. МТС представляет сервис «Мобильная защита». Теперь застраховать смартфон, планшет или умные часы от негарантийных поломок можно в любом собственном салоне связи МТС. Мобильная защита помогает избежать расходов в большинстве распространённых бытовых ситуаций. Если устройство получило механические повреждения, в том числе разбился экран, сломалось под воздействием жидкости или было похищено, в любом из этих случаев абонентам, оформившим услугу, компенсируется стоимость ремонта или самого гаджета. Узнать подробности об услуге и заказать её сегодня можно во всех фирменных салонах оператора. На этом выпуск завершён. Ещё больше новостей вы найдёте на нашем сайте А поделиться с нами интересной информацией можно позвонив по номеру в Гродно 77 33 04. Напоминаем, что программа телеканала Гродно Плюс доступна абонентам пакета зала. Для всей Гродненской области мы работаем на 112 канале. А у меня на этом всё. Приятного отдыха на Гродно Плюс! Редактор субтитров А.Сёмкин